Приветствую, друзья! Вы находитесь на канале OK English. Меня зовут Елена Викторовна, и мы с вами продолжаем разбор английской грамматики для начинающих. В этом уроке мы с вами говорим об английских артиклях, причём сегодня мы с вами коснёмся скорее частных случаев, чем общих правил. Мы с вами будем говорить о ситуациях, когда вроде бы артикль нужен, особенно артикль D, но он не используется. Или наоборот, используется. Логике это обычно не поддаётся, и, конечно же, такие ситуации нужно запоминать. Но так как они очень распространены, друзья мои, вам никуда не деться от этого. Хотите говорить на английском грамотно, учитесь делать это так же, как носители языка. Это юнит номер 72 по грамматике Essential Grammar in Use, автор этой книги Raymond Murphy. Сначала мы с вами поговорим о ситуациях, когда артикль напрашивается, но не стоит. Смотрим на человека, он обложен музыкальной техникой, инструментами. Понятное дело, что он любит музыку. Он говорит о себе так. I like music. Я люблю музыку. Смотрим на второй пример. Сидят у нас дети, сдают экзамены. Какое у них отношение к экзаменам? Явно негативное. Они думают, господи, как я ненавижу экзамены. Oh my god, I hate exams. Я ненавижу экзамены. Смотрим пример номер три. Человек зимой закутался в тёплое пальто, температура явно минус. Он ненавидит холодную погоду, кстати, так же, как и я. Он об этом скажет так. I don't like cold weather. Я ненавижу холодную погоду. Я не люблю холодную погоду. Теперь давайте с вами разбираться. Артикль the нам не нужен, мы его никогда не используем, когда говорим в целом о каких-то общих идеях и концепциях, то есть об абстрактных понятиях. Например, я люблю музыку. Мы уже разобрали этот пример. I like music, especially classical music. Я люблю музыку, особенно классическую музыку. То есть музыка – это концепция, это большое объёмное понятие. И ещё несколько примеров. We don't eat meat very often. Мы не едим мясо слишком часто. Eat meat – кушать мясо. Мясо здесь – это, скажем так, концепция. Это, можно сказать, жизненная позиция. Мы не едим мясо. We don't eat meat. Или мы едим его нечасто. We don't eat meat very often. Life is not possible without water. Жизнь невозможна без воды. И жизнь, и вода – это абстрактные понятия, которые выражают большие концепции. И хотя слово жизнь, life можно пересчитать, но оно здесь стоит в единственном числе и без каких-либо артиклей. Не нужно говорить the life, не нужно говорить the water. I hate exams. Я ненавижу экзамены. Мы уже разобрали этот пример. Do you know a shop that sells foreign newspapers? Ты не знаешь магазин, который продаёт иностранные газеты? Иностранные газеты, зарубежные газеты – это определённое понятие, да, это отдельная категория газет. Foreign newspapers. Поэтому здесь артикль the англоговорящие люди не ставят. I'm not very good at writing letters. Я не очень хорошо умею писать письма. Write letters. Видите, артикль the опять же не нужен. Ну и в принципе я вам скажу, что для русскоговорящего человека, конечно, намного проще запоминать ситуации, где артикль the не ставится, потому что в русском языке вообще нигде не ставится. Поэтому я бы вам скорее посоветовала сосредоточиться на запоминании тех случаев и ситуаций, когда всё-таки артикль в английском языке нужен, особенно артикль the, и запоминать их. И, пожалуй, вторая рекомендация – не нужно ставить везде артикль the только потому, что вы о нём узнали и прошли несколько юнитов. Тоже распространённая ошибка. Мы узнали об артиклях, всё, давай их ставить везде, где можно и где нельзя. Во-первых, помним, что артикли нужны только в ограниченном числе случаях. Кстати, о них мы уже поговорили в предыдущих юнитах. Если вы их не смотрели, срочно смотреть. И, во-вторых, конечно, помним, что очень часто артикль вообще никакой не нужен, хотя вам может казаться, что он здесь нужен. Англоговорящий его вот в таких вот случаях не ставит. Мы не используем the, когда мы говорим об играх и о видах спорта. Хотя мы с вами помним, например, I play the piano. Я играю на пианино. Артикль the ставится. Но если вы скажете, я играю в футбол, в английском языке это будет звучать так. I play football. Артикля не будет. Или, например, такой. Мои любимые виды спорта это футбол и езда на лыжах. Футбол, скиинг это виды спорта. Нам здесь не нужно ставить ничего с ними. Ни any the, абсолютно ничего. Мы не используем артикль the, когда мы говорим название какого-то языка или название школьного предмета. Например, history, history, geography, geography, physics, physics, biology, biology, биология и так далее. Do you think English is difficult? Как ты считаешь, английский язык сложный? Tell me, please, my friends. Do you think English is difficult? Как вы считаете? Сложный английский или нет? I hope it's not very difficult. Надеюсь, он всё-таки не сложен. But you can write your ideas about that in comments. Но вы можете написать свои мысли по этому поводу в комментариях. Идём дальше. Tom's brother is studying physics and chemistry. Брат Тома изучает физику и химию. Physics, chemistry. Видите, названия предметов пишутся с маленькой буквы, они пишутся без каких-либо артиклей. Но названия языков, я вам напомню, в английском языке, а также национальности всегда записываются с большой буквы. Поэтому слово English вы везде будете встречать написанным с большой буквы. Будь то язык, English или принадлежность к чему-либо английскому. Например, English breakfast, английский завтрак. English tea, чай по-английски. Теперь поговорим с вами о том, когда нужен артикль the с предметами во множном числе. Такое, конечно, периодически случается. И мы с вами уже знаем, что артикль the стоит не только с единственным числом, но и со множным. Итак, когда же артикль the нужно ставить перед словами во множном числе? А когда этого делать не стоит. Давайте посмотрим на примеры. Flowers are beautiful. Цветы прекрасны. Я говорю сейчас в целом о цветах, о большой концепции. А с концепциями, как мы с вами теперь уже знаем, мы артикль за ней используем. I love this garden. The flowers are beautiful. Мы находимся с вами в саду. Представьте себе, например, деревушку, в которой жил Моне. Это известный французский художник. Если вы выйдете прогуляться по этой деревушке, вы увидите, насколько она прекрасна. И сколько прекрасны цветы, которые там растут. И вот мы с вами в этом саду, друзья, мы смотрим на эти цветы и говорим, боже, как они прекрасны. The flowers are beautiful. Причем с помощью артикля the мы с вами концентрируем наше внимание именно на тех самых цветах, которые мы видим именно в этом саду. Здесь артикль the очень удобно заменить словом these или those. Эти или те. То есть, что-то конкретное. Опять же, правило артикля the здесь работает. Смотрим еще пример. I don't like cold weather. Я не люблю холодную погоду. То есть, это концепция. Холодная погода, я ее не люблю. The weather isn't very good today. Погода сегодня не очень хорошая. Выглядываем из окна, смотрим дождь. Ну, кто любит дождь? Я не люблю дождь. Поэтому я, естественно, увидев такую погоду, скажу The weather is bad. The weather is not very good. Погода не очень хорошая. С помощью the я конкретизирую погоду до той, которую я вижу за окном. То есть, та, которая очевидна для меня. Я ее выделяю с помощью артикля the. We don't eat fish very often. Мы не едим рыбу слишком часто. Это понятие рыба в целом. Общее понятие. Мы вчера отлично поели. Рыба была великолепна. То есть, вы попали на банкет. Вполне себе конкретный банкет. Вы там поели вполне себе конкретную рыбу. И если вы именно эту рыбу будете вспоминать, вы, конечно же, скажете о ней the fish. Так же, как и любой носитель языка. Потому что вы сужаете с помощью артикля the общее понятие рыбы как блюдо до того самого блюда, которое вы ели. Are you interested in history? Ты интересуешься историей? History – это такой предмет, который можно изучать в школе, в институте. Или это, можно сказать, научная дисциплина. Ты знаешь многое об истории своей страны? С помощью артикля the я сужаю историю из общего понятия до конкретно той истории, которая относится к моей стране. Причем дальше здесь идет пояснение. То есть, очень часто артикль the ставится, напомню, еще и тогда, когда у вас есть какое-то пояснение к слову, перед которым стоит артикль. Ну что ж, друзья мои, основное мы с вами рассмотрели в этом юните. Юнит получился очень короткий, но важный. Как и, в общем-то, все юниты, которые мы с вами рассматриваем. Нельзя что-то считать менее важным, что-то более важным. Да, есть какие-то приоритетные темы, например, времена, без которых, конечно же, вам не обойтись. Но артикли многие считают, а зачем их учить? Это такое. Выучу как-нибудь. Нет, друзья мои, как-нибудь не получится. Вы видите, что артикль помогает изменить смысл существительного, с которым он стоит. Поэтому артикли, конечно же, тоже нужно учить. Нельзя пропускать некоторые темы. Они вам тоже понадобятся, если, конечно, у вас стоит цель грамотно говорить на английском языке. А я вам в этом, конечно же, помогу. Смотрите новые юниты, которые обязательно будут выходить. Плейлист Красный Мёрфи, в котором вы сейчас находитесь, он будет пополняться новыми уроками. С вами была Елена Викторовна, канал OK English. Обязательно подписывайтесь на него. Не проходите мимо, как говорится. Также оставляйте свои комментарии. Жмите кнопочку «Мне нравится». Делайте репосты, заходите в мои социальные сети, присоединяйтесь к ним. Ссылочки есть в описании. И до встречи с вами в следующих уроках, которые скоро выйдут. Goodbye! Section A Do you think English is difficult? Tom's brother is studying physics and chemistry. Section B Flowers are beautiful. This is a lovely garden. The flowers are beautiful. I don't like cold weather. The weather isn't very good today. We don't eat fish very often. We had a very nice meal last night. The fish was very good. Are you interested in history? Are you interested in the history of your country? See you next time? Продолжение следует...